Добрый вечер, рада вам сказать, что вчера всех видеть. И сначала я хотела бы сказать, очень рада этой выставке, очень рада этому разговору, потому что мне кажется, что хочет надеяться, что это очень важный шаг, что это такое событие для многих из нас, когда события Маккады потихоньку, шаг за шагом, движение за движением, усилие за усилием, перестают быть кем-то очень далеким, а становятся благодаря нашей работе частью совсем другого разговора, разговора с новыми смыслами, новыми возможностями. Кроме того, это слово «работа» самое важное, потому что я вижу, кто сидит передо мной, кто участвует в дебатах. И я понимаю, что это люди, которые себе нравят всю-всю работу, которую могут, чтобы вот эта стена, стенка, как-то перестала, кстати, от того, чтобы произошло. И какие-то другие отношения возникли между нами и этой историей. Я очень давно надеялась, что начнёт происходить такое. Для меня, потому что работают художники очень важно. Работают, мы знаем, работают кто, работают, кто делают в музее, работают в средствах возможных и невозможностных проблем. Мы понимаем, но вот тогда ходят в художники, они как-то нового рода связи, понимаете, кто. Потому что художники профессии, тело такое, что они начинают по-другому трогать историю у нас и по-другому новые смыслы, ахуществуют новые смыслы. Вот поэтому, как я считаю, что для меня это очень важно, потому что это происходит. Я очень рада. В городе, как мы понимаем, мы знаем, собран огромный материал по занятиям дневниковой бабы. И это то, о чём я всё время говорю. Я через два часа пройду к студентам американцам. И скажу им, как всегда, что с блокадой такое дело. Как мы всё время говорим, неизвестная блокада, то, всё. Но и там тайная блокада, непонятная. Но при этом, как мы идём с этими словами, а с нами как бы полсёт это логина огромного архива. Совершенно невероятного обидума. Если только мы, мы такие, как мы, будем декабрь за декабрь публиковать это, и делать это доступно, разными способами, разными видами публикации, то на нашем лет более чем хватит, на наших детей более чем хватит задачи осмысленной публикации. О том, как он пока было, это свидетельство просто. И в этом смысле то, что на вашей выставке архив, наконец-то он начинает наживать для 2017 года, он начинает наживать для новых диалогов, он начинает наживать для новых моментов вопросов полотаний. Вот, например, среди проектов, которые мы видим на выставке, очень любопытные, очень занятные виды разговора с архивом, текстом, и в проекте «Билогий», в проекте «Шеф». Что это архив, все это знание, которое ждёт, для того, чтобы мы не пришли, скажи мне вопросы, если для меня спрашивают откуда, что вы берёте все ваши пьяна, просто и говорит, вот, я помогу назвать там 10 архивов в городе, где они лежат и ждут нас, чтобы мы публиковали, чтобы мы читали, чтобы мы говорили друг с другом. Один из моих корректов – «Кадус Си». Мне очень интересно соотносить, например, разный вид глокальных литератур и разные виды глокальных творений. И просто напоминает нам о том, что глокальная литература был местом невероятный поэтик. Поэтик такого уровня, такого накала, такой силы ума, который, как мне кажется, ещё будет долго производить свою работу. Вот такое дело, что, чтобы производить работу, ты поэтик нужны будут ей отчаянно читать. Гору нужно читать, и Бергольф может читать, и Зайцману, Шишову. В общем, это даже такие персонажи, как Тихона, который оказал вот этой золочёной пионкой, мраморные пионки, почти отринуты от нас. И там читатель может находить что-то важное. Мой проект в разговорах, в коллаборациях, в диалогах я вижу, как воссоставление, реконструкцию глокального литератур как место замечательной, сильной и сложной литературы. на кого они пишут, зачем они пишут, как они пишут, на что они надеются. Письмо, вот как мне не нравится, имеет столько пересечений и как выходов в другие вопросы. И постепенно мы придём в мысли в институте Покарного города, где будут заниматься в частности работой отдельно с этим огромным миром дневников, с миром разных текстуальных следей. Мы очень надеемся, что придут молодые учёные, придут аспиранты и будут шаг за шагом заниматься этой темой, которая очень много сообщает нам столько об этой консервной удивительной истории гравитии. Это очень важная история про то, как человек пишет, пишет историю. Вот эта выставочка, эта выставочка, это усилие художников, усилие кураторов, усилие исследователей. Мне хочется думать, что если это шаг, то это, как я могу сказать, запад, очень важный шаг, по своему смыслу, что будут следующие, что мы научимся делать эти шаг на шаг, шаг за цагом, и говорить друг в друг, и слышать друг друга, то вообще вот эти самые сложные драгоценные знания, особенно когда ты говоришь о таком больном, как латадо, потому что конечно мы все понимаем, мы говорим о больном. Интересы, задачи, изучения блокады существуют в разных так же международных контекстах, и очень важно, это мне кажется, что и Европа, Германия, и американские способы об этом говорить. Вот сейчас, как вы наверное знаете, недавно такая замечательная исследовательница Алексис Перри в Гарбарте вышла ее большая книга о том, как устроен блокады в мире. В Америке есть какое-то число замечательных доблестных исследований, которые очень хотят тоже об этом говорить. И наверное одна из очень важных задач для будущего и для арт-практики, но в связи с исследовательской практикой, просто связывает то, что я назвала паутиной тех, кто уже и так делает продукт. Спасибо.